ари кришна один раз праву примите пожалуйста наши поклоны ари кришна ой свет идет до сзади да немного есть так выключить есть окей можно начинать хорошо а я Субтитры создавал DimaTorzok 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 Тексты 10 и 11 Субтитры создавал DimaTorzok Ашрам Пулаги находится на берегу лучшей из рек Гандаки В ней можно найти священные шелограммы шилы, мраморные галыши, которые очищают все те места Каждый такой камень отмечен кольцами, похожими на пупок Комментарии шелограммы шилы, называют небольшие круглые камни, на которых с разных сторон видны кольцевые отметины Субтитры создавал DimaTorzok Вода из этой реки способна очистить любое место Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Перевод Живя один в рощах Ашрама Пулаги, Махараджо Барата питался лесными коренями, плодами и луковицами Он собирал их И вместе Собирал их И вместе с цветами Молодыми побегами Листьями, тулоси И водой из Гандаки Предлагал верховной личности Бога Васудеве Поклоняясь Господу Махараджо Барата был Доволен и счастлив Сердце его было безукоризненно чистым В нем не осталось и следа материальных желаний Полностью изжив в себе стремление к мирским удовольствиям Он обрел душевный покой Удовлетворение И уверенно продолжал служить Господу Комментарий Каждый ищет душевного покоя Однако Обрести его может лишь тот Кто полностью избавился от стремления к чувственным удовольствиям И посвятил себя преданному служению Господу Пагавадгите говорится Делаем их с любовью И преданностью Такое служение Господу Помогает нам избавиться от материальных желаний Если мы будем держаться за свои материальные желания То никогда не сможем стать счастливыми Но посвятив себя преданному служению Господу Мы очень быстро Очистим свой ум от всех материальных желаний И обретем подлинное удовлетворение Высшей обязанностью дхармы Для всех людей является деятельность Которая приводит их к любовному преданному служению Трансцендентному Господу Чтобы полностью удовлетворить душу Это служение должно быть бескорыстным и непрерывным К тому, кто преданно служит личности Бога Шри Кришне Очень скоро, само собой Приходит истинное знание И отрешенность от мира Бхагаватам 1, 2, 6, 7 Таковы наставления Шримад Бхагаватам Величайшего из всех произведений Ведической литературы Не у каждого есть возможность Уйти в Ашрам Пулаги Но это не беда Где бы человек ни находился Он всегда может преданно служить Господу С помощью метода Описанных выше И стать по-настоящему счастливыми Переводы двух стихов Вернее, это не стихи, это проза Простите Ашрам Пулаги Находится на берегу лучшей из рек Гандаки В ней можно найти священное шелограмм шилы Мраморные галыши Которые очищают все те места Каждый такой камень Отмечен кольцами, похожими на пупок Живя один в рощах Ашрама Пулаги Махараджа Бхарата Питался лесными коренями, плодами и луковицами Он собирал их вместе с цветами Молодыми побегами, листьями тугаси И водой из Гандаки Предлагал верховной личности Бога Пасудеве Поклоняясь Господу Махараджа Бхарата Был доволен и счастлив Сердце его было Безупречно чистым И в нем не осталось И следа материальных желаний Полностью Изжив в себе стремлении К мирским удовольствиям Он обрел душевный покой Удовлетворение И уверенно продолжал служить Господу Удовлетворение Ом Агьяна Тимирам Даршя Адьянан Джана Шалакая Чакшурун Милитам Яна Тасмай Шри Гуравенам Мука Карути Башалам Памдумлангая Трегири Ядкарпатам Хамбанди Шри Гуран Дина Таринам Парамананда Мадапун Шри Чайтаньяшварам Наману Вишну Падая Кришна Пришная Бутале Шри Маде Батти Вадах Свами Ни Тинаме Намасте Сарасвати Деви Гурава Ни Прочалин Нирви Шри 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 Шунья Ваде Пашчата Деша Тарин Джай Шри Кришна Тританья Парабу Ниттянанда Шри Пайткадандара Шри Басаду Гору Пактаварин Грэ Кшна Грэ Кшна Грэ Кшна Грэ Кшна Грэ Кшна Грэ Кшна Грэ Рэм Махараджи Бхарати, сына Риша Бхадеви. Он был старшим сыном Махараджи Риша Бхадеви. Безусловно, был очень и очень квалифицированным, великим преданным. Но может возникнуть вопрос, из этого стиха следует, что его сердце было безукоризненно чистым. И действительно так, у него не осталось кармических реакций. Говорится, что он практически дошел до уровня Бхавы. Что же послужило причиной его падения? Того, что Махараджи Бхарата родился олененком или привязался к олененку. Здесь говорится, что у него не осталось материальных желаний. Если у него не осталось материальных желаний, почему же он привязался к олененку? Ачарьи говорят, что падение Бхараты Махараджи было, в общем-то, не большим последствием его оскорблений Бхактии, а не кармической реакции. То есть карма у него не осталась, но причиной падения может быть не только карма, но и также оскорбление. Последствия оскорблений. Поскольку Махараджа Бхарата жил в другое время, и методом духовного осознания была другая практика. Он поклонялся Господу Шелограмм Шиле. Здесь говорится, он жил на берегу Гандаки. Описаны Шелограмм Шилы. Да, есть Шелограмм Шилы, на которых есть такая вот спиралевидный круг, который олицетворяет Сударшана Чакру. Они же, конечно, разные, Шелограмм Шилы. Но в общем-то суть заключается в том, что это место на берегу Гандаки здесь названо самым святым местом. Мы знаем, сегодня нам говорят, что Бринда, он самое святое место. Тут говорится, он лучше из Гандаки, лучше из рек. Потому что в этих водах обитает сам Господь в форме Шелограмм Шилы. Эта река находится высоко в Гималаях. И обычно великие мудрецы устраивают свои Ашрам на берегу Гималаях, на берегу Ганги, Гандаки и так далее. То есть это говорит, чистые места. Не зря Махараджа Бхарата ушел именно в Гималаях. Для того, чтобы практиковать духовную жизнь, должно быть место, подходящее для этого. Нужно понимать, что место должно быть наиболее чистым, чтобы ничто не отвлекало вас от вашего служения Господу. И в то время было наилучшим местом это Ашрам Пулаги на берегу Гандаки. Потому что люди занимались аскезами, поклонением Господу. и место должно было быть священным. То же самое говорит Господь Чайтанья. Садусанга Намакиртан Бхагавад Шраван Мадгура Вас Шрим Муртира Шрад Исаман. Он говорит Мадгура Вас. Человек должен поселиться на святом месте Мадгури. А что это означает Шила Прабхупада объясняет этот стих. Он говорит, что Мадгура Вас означает жить в святом месте. Но для этого необязательно идти в Абриндаван или Мадхуру. Достаточно сделать свой дом святым местом. Или жить в Ашраме в храме. И безусловно храм Господа является представительством духовного мира говорит Шила Прабхупада. Махараджа Барата отправился в святое место. Помимо этого он не просто отправился в святое место. Потому что можно отправиться в святое место как в одном из стихов написано, тот, кто идет в святое место ради того, чтобы совершить омовение. и посетить просто святые места, но не встретить там святых людей. Этот человек не лучше, чем корова осел осел или корова. он он не может оценить по-настоящему святое место, потому что святое место ценно тем, что там живут святые люди. Махараджа Барата прекрасно понимал, что значит святое место, поэтому он поселился в Ашраме Пулаги, великого мудреца, который служил Господу в Гималаях. Для того, чтобы получать его общение, Барата поселился в этом месте и под его руководством служить Господу. Вот, тем не менее мы видим, что он привязался к лененку. Его привязанность к лененку она была в некоторой степени невинна, потому что мягкое сердце преданного Кришна так устроил, что беременная лань лань или олениха она пила воду в гандарке. Она спустилась к воде и стала пить эту воду. В это время на нее напал тигр и она разрешилась, у нее родился олененок, но ее убил тигр, и утащил ее. Но олененок остался невинный и о нем нужно было позаботиться, если бы не позаботились, он умер. И Махараджа Баратта стал о нем заботиться. И нужно понимать, что это совершенно не означает, что Махараджу Барате для того, чтобы не привязываться к олененку, надо было его бросить. Не совсем правильное понимание такое отречение, чтобы отречься, нужно бросить. Нет. Конечно же, он поступил правильно тем, что спас этого олененка из сострадания, но его проблема заключалась в том, что он ему привязался. И он стал совершать сева аппарат. причиной его падения было последствия оскорблений, которые он стал совершать. Почему? Потому что, когда вы ухаживаете за олененком, у вас появляется привязанность, вместо того, чтобы думать о поклонении, вы начинаете думать о нем, об этом объекте своего служения. и это было проблемой Бараты Махарадзе. Он привязался к олененку. Если взять историю Шевананда Сен, спутника Господа Читания, он приютил собаку, не олененка. Собака считается оскверненным животным. Животным в Тамагуне. Она грязнее, чем олененок. Шевананда Сена увидел собаку, которая прибилась к их паломничеству. это была группа паломников из Бенгалии. И он был главным менеджером. Он устраивал вот этот поход их поводырем был. Многие сегодня ездят паломничество в Индию. И кто-то их ведет, кто-то знает, как добираться, устраивает переправы и так далее. все это. Потому что в то время это не было так легко. Нужно было пройти много разных государств. И это нужно было делать пешком. Не то, что сел на самолет и ты уже во вреда. Они шли пешком, переправлялись через реки. Шевананда Сена организовывал и преданные они шли во пури они воспевали святые имена и к ним прибилась собака. Так часто бывает. Прибивается к паломникам собаки и они начинают служить преданным. Я помню во время Маяпурской парикрамы собака она ходила и охраняла преданных. Она ходила туда-сюда и нападала на обезьян, которые хотели напасть на преданных, стащить у них что-нибудь, сумки, фрукты и так далее. И она отгоняла этих обезьян. это во Вриндауне было там вспомнил. В Вриндауне было там обезьяны и она их отгоняла. И это удивительно. Собака она служила преданным и собака прибилась к группе Шивананда сына и Шивананда сына стал ее кормить. И он когда уходил, он говорил своему слуге так, ты обязан кормить собаку, не забудьте. И когда они уже приближались к пури, то собака исчезла неожиданно. и Шивананда сына в это время уезжал куда-то по делам, закупкам каким-то там и так далее, чтобы служить в Вайснавом. И когда он вернулся, он увидел, что собаки нет. Он слугу позвал, говорит, где собака, я тебе велел ее кормить. Он сказал, не знаю, она пропала просто. Он его отругал, говорит, как ты мог забыть о ней. Ты ее не накормил, она убежала. Ему это не понравилось. Он стал думать о ней, куда же она могла деться. Они даже поиски устроили этой собаке, но стали идти дальше, потому что исчезла собака. Когда Живананда достиг пури, он увидел, как господь Чайтаня кормит эту собаку Маха Маха Прасадом со своего рта. Он ел орехи кокосовые и кормил ее кокосовыми орехами. И собака на глазах Шивананда Сены оставила этот мир и вернулась обратно к Богу. Шивананда Сена поклонился этой собаке. Нужно понимать две как будто бы одинаковые ситуации. Но в одном случае Барата Махарадж привязался к олененку именно к этому олененку, а не к Дживе. Тогда как Шивананда Сена прекрасно понимал это собака это Джива ведя вина и брамани гави хастини. Тот одинаково смотрит на собаку брамана слона и так далее. И он видел в этой собаке слугу Господа Чайтани Дживу да и и он пытался ей помочь. кормил ее просадом. Таким образом мы видим две вроде бы одинаковые ситуации, но результат разный. Можно думать о животных ради их спасения. и кормя их просадом. Но не то, чтобы привязываться к ним собственным детям. Барата Махарадж привязался к олененку как будто был это его ребенок. Есть также другое мнение о том, что он как бы Барата Махарадж бросил молодую жену, семью, свой царский долг ради Кришны. И конечно же можно сказать, что он же ради Кришны бросил. И есть такое мнение также, что его падение было в связи с тем, что он не выполнил свой долг, не удовлетворил все свои желания в семейной жизни. Он бросил молодую жену, он молодым человеком принял отречение от мира, что в общем-то было необычным в системе Варнашева. Человек не должен был, обычно человек не принимал отречение от мира, будучи молодым человеком. Исполнил свой долг и затем уже в старости следуя естественному ходу написанию правил Варнашев где говорится о том, что сначала Крамачарья, потом Гриаста Ашрам. Это приблизительно до 50 лет. Но ему было 20 с лишним лет, он был молодым человеком. когда он принял отречение. Поэтому есть такое мнение, что Барата Махарадж он как бы из-за этого вот поэтому как бы в принципе может быть и то и другое. Да? Напоследствия оскорблений то, что он как бы не реализовал вот это вот свое чувство быть отцом в этой жизни. Будучи был женатым, но под влиянием каких-то эмоций он решил отречься от мира. вот вот поэтому духовная жизнь непростая. эта история Махараджи Бараты также учит нас тому, что духовная жизнь это хождение болезни бритвы и нужно быть очень осторожным. Всегда нужно быть под руководством. Здесь неописаны детали отречения Махараджи Бараты. Получил ли он благословение своего гуру и так далее. То есть в любом случае такие серьезные шаги, когда мы меняем что-то в своей жизни очень радикально, то мы должны понимать, что есть абсолютная необходимость советоваться в своих поступках с духовным учителем с наставником, старшими вайшнавами, саду, гуру, шастры. Это то, что должно нас вести в духовной жизни. Поэтому это для нас очень важный урок. Если человек уже стал грехастой, женился, он должен выполнять свои обязанности, а не пренебрегать ими, пройти этот путь естественного отречения. Человек может принять отречение, если он не женат, если он брамачарий стать, найщико-брамачарий. В ведах описаны все эти случаи, да, найщико-брамачарий может стать саньясь, но молодой грехаста, это огромная редкость. Если бы он остался один, жена бы умерла, и так далее, это другое дело, это в принципе ну, как бы приемлемая вещь. Но я думаю, что в этой ситуации обычный человек должен выполнить свой долг в семейной жизни, в государстве и затем принять вонаправство и саньясу, что, в общем-то, было бы естественным в жизни Барата Махараджи. Но мы имеем то, что мы имеем в следующей жизни, да, ну, как бы эта история, она показывает, с другой стороны, Шила Прабхупана, он в этой истории, в комментарии говорит, что падение Бараты Махараджи по сути нельзя считать падением. Он говорил, что, ну, как бы для него это был толчок в духовной жизни, к полному отречению, преданию, да, ну, можно это сравнить с тем, как лыжник, да, там, с трамплина прыгает. То есть, он вроде бы падает, вроде бы это падение называется, он, но при этом она для того, чтобы взлететь на новый уровень, да, его, как бы, эта жизнь, она была, ну, как бы, средством его новых духовных реализаций, его падения, в общем-то, оказалось, его духовным стимулом, даже в теле оленя он не привязывался к этому миру, он не создавал себе семью, да, уже не олененка не родил и не привязывался к своему сыну, да, хотя, в общем-то, до этого он привязался к олененку, здесь он поселился как раз в ашраме великих мудрецов и слушал от них Кришна-катху и оставался отшельником в теле оленя и в следующей жизни он как бы уже стал Джадой Баратой. Джада Барата, он Найфтика Брамачари, он просто с самого детства он жил как Авадута, он не привязанный к этому миру и он вел себя так, чтобы никто его не создавал для себя почвы для привязанности, он вел себя как безумец, как слабоумный человек. И интересно то, что в прошлой позапрошлой жизни он ушел как отшельник и жил в лесу уйдя от мирского. Тогда как Джада Барата, он же в теле уже Джады Бараты, он жил среди людей, но вел себя таким образом, чтобы никак не быть связанным с этим миром. люди часто показывали на него и говорили ой, это даун, это больной человек психический. Но он так себя вел. Ну, несмотря на то, что он был достаточно здоровым человеком, телосложение его было достаточно красивым, но внутренне он был расположен к тому, чтобы вести образ жизни Амадута. Поэтому, ну, как бы, это уже Юг на Вайраге. Он жил в миру, в обычном мире, но при этом не был привязан к этому всему. все время помнил о Кришне и помнил свои прошлые ошибки. Поэтому Шила Прабхупада и говорит о том, что это нельзя считать падением, потому что он очень быстро взлетел на новую высоту, новый рубеж духовной жизни. это в этой жизни он уже был абсолютно предавшийся душой, так что даже богиня Кали вынуждена была за него заступиться и наказать собственных поклонников. мы знаем вся эта история, она достаточно долгая, занимает фактически, можно сказать, большую часть пятой песни Шиман-Бхагават. И для нас с вами это важные уроки, потому что духовная жизнь это достаточно осторожная вещь, и нужно быть очень и очень бдительным, всегда находясь под руководством старших, не измышлять ничего, потому что мы все склонны придумывать себе преданное служение, садану и так далее. Мы все придумываем и затем ну как бы а что мы придумываем? Мы придумываем то, что нас как бы устраивает, то, что мы готовы принять. Мы не идем на какие-то неудобства в духовной жизни или аскезы какие-то, потому что аскеза означает принятие того, что тебе может и не нравится, но ты этому следуешь ради высшей цели. Аскеза помогает сохранять внутреннюю силу преодолевать трудности, да, аскеза она помогает внутренней чистоте. Потому что без аскезы человек не может мыслить трезво. пожалуй, это очень важный момент. не нужны даже в сознании Кришны, если мы погружаемся в удовлетворении своих чувств только в сознании Кришны. Большинство преданных так видят свою духовную жизнь. Иногда я говорю молодым людям вы пожалуйста не пренебрегайте правилами здорового образа жизни, не переедайте, слишком много не кушайте. А то проблемы будут с телом. многие говорят ну как мы так воздерживаемся от всего и так жизнь вообще непонятно какая. Тут хоть единственное наслаждение которое осталось это просад. С одной стороны это может показаться чем-то невинным. Действительно столько аскез преданные терпят, вынуждены контролировать свои чувства от разных чувственных удовольствий которыми никто себя и в материальном мире не ограничивает. Но тем не менее нужно понимать что даже одно единственное чувство Кришна говорит Бхага в Гите может оказаться причиной нашего падения. да и поэтому Рубан Госвами он нас предостерегает и он говорит о шести принципах да он говорит о том что какие препятствия да переедания может стать препятствием потому почему Кришна говорит что одно единственное чувство может стать причиной нашего падения потому что потворствуя даже одному чувству мы порождаем новые возбуждения и Рубан Госвами говорит если человек переедает это приведет к тому что у него появится желание сексуального характера почему потому что ну как бы это тело в этом теле все взаимосвязано и если я иду на какой-то компромисс в чем-то одном то это может стать причиной следующего компромисса в чем-то другом я не буду довольствоваться тем что я просто переедаю это послужит тому что я начну свои чувства другие удовлетворять потому что это цепная реакция в этом теле все взаимосвязано и когда я поддерживаю гармонию то есть использую инструкцию для поддержания этого тела питаюсь не не желанию а также по инструкции из жадности. Каму нельзя удовлетворять из жадности. Ее нужно удовлетворять ради поддержания здоровья. Для чего нужна кама? Мы никогда не задаем себе вопрос, для чего нужна кама. Нам прекрасно понятно, что кама нужна ради камы. Для чего еще нужно наслаждение? Ради наслаждения. Да? Но на самом деле Шиман Бако в этом говорит, что кама нужна для здоровья, для поддержания здоровья. Когда это происходит? Когда я использую чувственное наслаждение ровно столько, сколько необходимо для поддержания здоровья в теле. И в этом случае, безусловно, питание это тоже кама. И Шила Прабхупада говорил о том, что нужно кушать столько, сколько, оставляя при этом воздух, место для воздуха, половина пища, жидкость, четверть и четверть воздуха. то есть некоторое чувство голода должно оставаться. Не то, что я наелся так, что я чувствую, что больше не поместится. Наоборот, я должен остановиться тогда, когда у меня еще есть возможность поесть, но я останавливаюсь для того, чтобы не переедать. И большинство людей этому не следует. И отсюда и болезни, и проблемы, и... Потому что вожделение, оно такое. Сколько его не удовлетворяем, ему все мало, ему хочется больше и больше. И когда ты уже не можешь, ты перестаешь. То же самое касается любого другого чувственного наслаждения просто. Люди, как безумные, удовлетворяют свою похоть до тех пор, пока уже не могут этим заниматься. Этот принцип, как бы, он во всем проявляется. Поэтому это достаточно опасная вещь. А поэтому чувства свои нужно контролировать до конца. Не то, что чему-то я даю, потакаю чему-то. Несмотря на то, что это может быть просад. То же самое я могу сказать, о, ну это же преданное. Или это же преданный. И удовлетворять свои чувства с преданными. Но это можно нарушать принципы с преданными. Можно вообще с преданными все четыре регулирующих принципа нарушать. Да, то есть Шила Прабхупада как-то в своих лекциях рассказывал о том, что у них в Калькутте были даже преданные, были даже проститутки. И мы знаем, даже, что Матбагова там описана история Пингилы, да, которая была проституткой, но она в своей душе очевидно была сукрити имела, была преданной. В какой-то момент она увидела себя со стороны и поняла, я пала так низко, что из-за этих мужчин, из-за этих богатства этого превратилась в непонятно кого, унизительная, и она приняла отречение, раздавав все свои богатства, все как бы стала в Айшнаве. Такое тоже есть в нашей истории. Нужно понимать, что преданные бывают самые разные, и в обществе преданных можно и проджалпой заниматься, и чувства удовлетворять, и чем угодно заниматься. Но в обществе преданных нужно заниматься сатсангой. В обществе преданных нужно говорить о Кришне, нужно воспевать святые имена Кришны. Прабудда говорит, чем заниматься нужно в обществе преданных, нужно воспевать святые имена в обществе преданных. Кирданы проводить в обществе нет и не может быть метода более ущественного чем этот спасибо большое если есть какие-то вопросы обсуждения пожалуйста у меня вот появился вопрос сразу последней теме что с преднами нужно заниматься кришна каткой а как вот научиться действительно с преднами заниматься кришна каткой да с преданными нужно говорить либо о преданном служении либо кришне исключить возможности для просто такой галимой праджал бы нужно понимать что что такое праджал по праджал по это разговоры связанные с чувственным наслаждением или с тем что не связано с кришна какие-то вопросы могут быть но можно что-то говорить но в связи с кришной как например васудева и нанда махара великие вайшнавы да спутники господа они когда встречались они расспрашивали друг друга как поживают вот эти вот как поживают те но они расспрашивали это в связи с кришной потому что кришна он глава он как бы родился в этой династии и им было интересно как эти преданные да как они поживают потому что это вайшнавы и они им они хотели знать как вайшнавы живут как они все ли у них хорошо в плане заботы о преданном и если мы как бы в этом плане говорим то это вайшнава сэва это преданное служение как бы беспокоиться о преданных да но что такое праджал по праджал по это же когда мы это с кришной не связываем когда мы вас ну как у тебя дела все нормально да ну и просто вот начинаем там про делишки рассказывать как деньги зарабатывать и как это и так далее так далее но даже эти вещи можно говорить не оскверняюсь потому что если какое-то общение она социальная но помогает нам поддерживать свою жизнь то ну как бы тоже ну как бы не праджал по это дарма то есть разговоры должны касаться либо дармы либо кришны либо вайшнава 2 это ты хотел что-то добавить да я вот появилась такой чем вопрос а если мы встречаемся с преднами начинаем обсуждать нашу там могу ну что мы там можно могла ради ходить по той причине по этой причине и вот как бы начинаем погружаться ну вот именно обсуждать это это тоже будет про зал по нет это не про джал по вы говорите а сада вы но это тоже в зависимости от того как сказать если вы открываете свое сердце и говорите ну так счета последнее время это тамагуна какая-то не получается утром вставать благослови пожалуйста чтобы я это мог то есть но в этом аспекте это не про джал по конечно поэтому если я говорю это же сада на это не что-то касающиеся так сказать моих удовольствий но если мы начинаем говорить вот этот преданный особенно самая большая самая страшная про джал по в обществе преданных это говорить о недостатках других заниматься критикой обсуждение недостатков других это самая разрушительная про джал по вот в раджа рани матажей пожалуйста лично дираса пробу лично преданный поклонный примите смиренный а хотела уточнить праджаду бхарату вы сказали что раньше его я слушала по-другому праджаду бхарату что на уровне бхавы это матажа пересказывала лекцию сарваги пробу а он ссылался на живу госпами и там она говорила что у джады бхараты была тень оскорблений а сегодня его раскрыли по-другому что это оскорбления были его потому что он пренебрег духовной практикой вот можете еще раз как-то вкратце это сказать да это барат махарадж джады бхарата он уже был свободен от тени оскорблений барат махарадж смотрите его привязанность к олененку появилась вследствие тени оскорблений которые он совершил в прошлых жизнях это действительно так то есть из-за ну оскорблений которые может быть не он сам совершил и поэтому это очень важный момент то есть если мы оказываемся вместе где кто-то критикует преданных и мы молчим то это не прямое оскорбление но тень этого оскорбления может лечь на наши плечи я могу оскверниться и это может оказаться причиной возникновения материальных желаний в зависимости от степени этого оскорбления то есть оскорбили там утома адхикари матхима адхикари конечно адхикари и так далее насколько серьезное было оскорбление и тени вон настолько же серьезный будет поэтому как бы это послужило причиной его привязанности но посмотрите в дальнейшем а что произошло из-за этой привязанности коленёнку он стал совершать новые оскорблений эти новые оскорбления он стал совершать сева аппаратхи это описано так то есть он во время он стал пренебрегать все в аппаратхой он стал совершать оскорбления господа во время поклонений. Это как цепная реакция. Вследствие этого он уже, будем говорить, получил такое наказание, как тело оленя. Он привязался к олененку и так далее. Окей, что вы хотели еще добавить? Там Александр Пробойся вопросов. У меня новый вопрос, другой. Там он написал вопрос. Александр руки не вижу. Он написал вопрос? Да. Да, в чате. Можете прочитать, я. Харик Ришн, примите, пожалуйста, мой поклон. Сослава Шири Пробополь. Вопрос про неконтролируемое обжорство. Про саду. Может ли такое быть, что если человек по какой-то своей глупости, гордости, еще чего-то там. Он без наставлений пробует какие-то брать штурмом уровни духовной практики. Но это, конечно, связано с какими-то аскезами. И вот ему где-то надо добирать. Есть такое, смотрите, из-за чего человек опускается до уровня обжорства. Когда есть кама, желание наслаждаться, а наслаждаться нельзя. И вот это неудовлетворенное вожделение, оно может породить некое удовлетворение своих чувств ну вроде бы законным образом. То есть, ну как бы нельзя там удовлетворять свои чувства. Надо следовать принципам. но нет такого правила, где нельзя было кушать. И я вот отрываюсь на еде. И вот это неудовлетворенное вожделение, неудовлетворенное желание и так далее, они могут быть причиной того, что человек и неудовлетворенные чувства, как таковые, могут быть причиной любого необязательного вожделения, сдерживания своих чувств, аскеза, как вы сказали. Когда я не хочу что-то делать, но я должен это делать, вынужден это делать. Это становится причиной неудовлетворения внутреннего. Безусловно, это неблагоприятно. Единственная возможность избавиться от этого недуга, это развивать духовные вкусы. Я должен общаться с теми, кто чувствует счастье в сознании Кришны. Для того, чтобы вот эта аскеза или воздержание мое, оно исходило не из подавления, а из этого духовного вкуса, который я получаю. Поэтому для нас с вами, конечно же, Шраваном, Тиртоном, Смараном и так далее, все эти правила преданного служения, они гораздо более важны, чем какие-то ограничения. И для меня, конечно же, лучше в этом случае не подавлять свои чувства, а использовать их в преданном служении. Именно поэтому желательно, чтобы в духовной жизни, во-первых, у нас были друзья, где мы можем удовлетворять свои потребности эмоциональные в сознании Кришны и так далее. То есть, если мы это делаем правильным образом в сознании Кришны, мы сможем естественным образом отрекаться от каких-то удовольствий. Да, Александр, последний вопрос. Вопрос о мотивах выполнения служения. Начинающий человек попадает в общество преданно, и здесь во главе угла стоит служение. Может быть, у него еще нет этого понимания, нет такой глубокой веры, но он уже включается в служение, потому что социализация такая, что здесь все служат, и тоже человек служит, и потом в какой-то момент он понимает, что либо его похвалят, он как бы дальше служит. Не похвалят, его не заметили, как-то он уже и не знает. Ну, то есть, ему надо какой-то стимул, то есть, денег тут не платят, славы никакой нет, еще чего-то там, а еще тут могут и сказать, что ты вообще неправильно делаешь, что ты сюда пришел. Вот, то есть, как в таком моменте, то есть, не служить, и просто как бы заняться изучением, матчасть изучать, либо все-таки даже вот с такими какими-то мотивами, еще как-то себя, как вы сказали, если человек что-то делает, когда ему что-то не нравится, но вот тоже там внутри какая-то неудовлетворенность, там еще что-то, то есть, как вот этот баланс соблюсти? Нужно понимать, что духовная жизнь, она благо во всех обстоятельствах, даже если человек служит неосознанно, ничего плохого в этом нет, служить неосознанно это зарабатывать бахти ун-мухи сукрити. Когда человек служит Кришне не используя не с верой, не имея шастрия шраду, не имея просто веры, что это приведет его к высшему совершенству, но он просто служит, потому что другие служат, но он занят преданным служением, и он зарабатывает бахти сукрити. Это сукрити поможет ему прийти рано или поздно к чистому преданному служению и совершать служение с верой уже. Поэтому ничего страшного в этом нет. Наша задача как раз заключается в том, чтобы занимать этих людей в преданном служении неосознанном, и они будут зарабатывать это сукрити, рано или поздно они станут вайшнавами. Вот. Но при этом нужно как бы давать им знания, давать им самбанда гьян. И когда эти люди получают самбанда гьяну, самбанда она формирует веру. И когда человек принимает эту самбанду, то у него рождается внутри вера, и эта вера так или иначе приведет его к чистому преданному служению. Спасибо всем преданным. Дантарад Шримад Бхагават Ки Джай Шил Абхав Па Ки Джай Нитр Кур Принь. Спасибо большое. Спасибо.